Гомель 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 Белорусского гандлево-экономического университета с поживецкой кооперацией в партнерстве с громадским объединением «Товарыство саденничание инновационному бизнесу». Удельников проекта будут научать будовать бизнес с нуля. Головная задача – подтримать активных молодых людей. Открытие стартап-школы «Гомель» заплановано на 8 лютого. Занятки начнутся с интенсивного курса. Зарегистрироваться и найти додатковую информацию можно на сайте, назву Экоха вы зараз бачите на своем экране. Одно из мероприятий – это так называемый МИП-знакомство, которое предполагает организацию площадки по коммуникациям, где можно просто встретиться, пообщаться, познакомиться, то есть, по сути, развивать то сообщество, которое в дальнейшем будет потребителем твоих услуг, либо будут, возможно, партнерами, либо конкурентами, либо контрагентами. То есть, по сути, это площадка. Также мы планируем запускать в осенние и весенние периоды интенсив, то есть, интенсив по проектированию и запуску своего бизнеса, в рамках которого конкретно уже будет идти обучение, что сделать, как сделать. У войсковой части 55-25 почался новый научальный период. После урочистого митингу военнослужащие приступили до занятков. Научальный период тягнется по угоду, и традицина начинается с занятков по технице безопасности. Захование здоровья и жития особистого состава – приоритетная задача для командиров. Азы оказания первой медицинской допомоги, правила обыходжения со сброей и эксплуатации техники. Военнослужащим наглядно продемонстровали мягчимые наступства, до яких может привести порушение нормы безопасности, как по час несения службы, боевой подрыхтовки, так и в повседенном житте. Требования безопасности – это самое основное, что может обеспечить дальнейшее выполнение задачи. То есть на своих занятиях, комплексных занятиях по мерам безопасности, мы доводим личному составу требования безопасности при несении службы, где задействуется наш личный состав, при проведении различного рода занятий по боеподготовке, проведении хозяйственных работ, работы на технике. Задачи на новый учебный период – дальнейшее повышение эффективности боевой подрыхтовки и готовности военнослужащих до выполнения службовых обовязков. Мазырский центр циркового мастерства «Арена» другий год запрепродставить нашу краину на самым престижном международном юнацком фестивале «Новое поколение». И он пройдет 4-го и 5-го лютого в городе Монте-Карло. Запрошение артистам Мазырской арены пришло непосредственно от имя Архкомитета по проведении циркового форума. На фестивале каждый год демонстрируются самые лепшие цирковые номеры артиста у разных краин. У делу им лечиться высшим достигнением для любого циркача. У Монте-Карло выступят с канатаходцы «Арены». Они представят технично вельми складанный номер, як и обсталявание для его. Оно будет доставлено с Мазыра, а у составе делегации будет и специалист по установке. До речи, номер юных артистов отримал Гран-при на международном фестивале у Киеве, який проходил у минулого года. Волонтерский рух по обороню бездомных живел «Падары им шанс» звертается до всех необыяковых людей с просьбой об допомозе. У Снежни у Гомеля одразу 15 котов за одной семьи опынулися на улице. Уже омаль месяц гомельские волонтеры спробуют уладковать этих бездомных годованцев у добрые руки. По куль новую семью здобула только одна кошка. Подробностей этой невыдуманной душа сшипальной истории у материале Вероники Ворошилиной. Гэтых прыгожых, ласкавых и удячных котов объеднала адзіная трагічная історія життя. Ранее нымелі пастаянная місце жихарства і былі окружені любов'ю і клопатам. Бездома засталіся прыгладна месяц тому, калі памерлі і госпадыня. Цепер ў пожуках новых господаров яны вымушені переезжать па кватырах волонтеров гомельского руху. Па обороні бездомных живел «Падары им шанс». Вымушені ареставанні со сваёй ранішій госпадыні, нікаторія кошкі не змаглі піражыць. Іншія так і не з доля лігітага прыняць. Дапрыкладу трохколіровая прыгажуння троя за трагічных абставіна ўсурьозно захварыла. Зараз пра її щиро клопотяться волонтеры. Даглядаюць кошку ніби новонароджанага. Кошечку кормлю с ложечки. Каждый день по 5 раз в день, как минимум, детским питанням, патаму што пака она сама не ест. Я ёё із шприца молочком падкармливаю, смекту даю для пищеварення. Ну і в холку, канешна, рингер, глюкозы, што б організм не обізводзілся, патаму што кошка сама не ест і не пьёт пака. Усіх гэтэ жывёлы, які пазлым року лёсу засталіся бездома і господара, зараз знаходяться на шасовый перетрымцю волонтеров і необыяковых людей. Пакулияны живуть у самых розных умовах, однак усі як один. Под пільным штодённым наглядом гомельського руху по обороне бездомных жывёл подары їм шанс. Головная задача – знайсти пастыянную сям'ю для кожного. У гомеля зараз так само працюють спеціальні пункты, куди необыякові гораджані можуть принести корм, лекі і інші необхідні приналежності. Помощь кормами – это для нас помощь, которая нужна ежедневно просто. Даже більше, наверное, чем финансовая помощь. Потому что финансовую помощь мы, как правило, просим в групах, когда нужно на какое-то конкретное животное, на какую-то конкретную операцию, либо стерилизацию. Боксів для сбора денег у нашого движення нет. Ми не маємо права собирати в боксах. У нас є боксы для сбора корма, лекарств амуніц, які стоять во многих ветеринарних магазинах, аптеках. Адреса у нас є в наших групах ВКонтакте, в Одноклассниках. Вероніка Варашилина, Євгін Макеїнка, телерадиокампанія «Гоміль». Выгляделі інформаційний выпуск телерадиокампанії «Гоміль». У студії працювала Наталія Ігнатєнка. Я і мої колеги жадаєм вам толькі добрых новинок. До нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд!